Будущее российского футбола можно оценивать по-разному, но только лишь с негативных точек зрения, потому что всем очевидно, что нынешний футбол, его внешняя сторона, вывеска, держится на иностранцах. Малая посещаемость тех стадионов, относительно небольших стадионов, которые у нас существуют, наверняка будет говорить нам о том, что вновь построены, это абсолютно провальные экономические проекты, на них ходить, на эти стадионы никто не будет, и вообще будущее футбола, как зрелище, оно, наверное, все-таки будет больше связано с телевидением, потому что трехмерное пространство на экране, ты сидишь в огромном пабе, на стене бегают те самые люди, ты видишь все мельчайшие подробности, как он сделал финт, каким образом он дал пас, всю красоту футбола ты ощущаешь настолько глубоко, а вокруг тебя 50-60-100 человек, вот футбол это футбол будущий, это малая аудитория, малая аудитория при очень высоком уровне технического совершенства. Стадионы умерли, стадионы умерли окончательно и бесповоротно, и вся затратная составляющая чемпионата мира по футболу 2018 года ляжет на Россию очень тяжким бременем, абсолютно экономически неэффективной. Политически мы не выигрываем ничего, потому что идея, подсказанная президенту спортивными чиновниками, там, мутками и всеми остальными, состояла в том, что футбол в народе почитаем, поэтому если вы, уважаемый президент Российской Федерации, дадите народу чемпионат мира, вас просто вознесут на, так сказать, седьмое небо. Я думаю, что это опять-таки несостоятельно, потому что многие из тех, кто любит футбол, не очень ассоциируют его с тем, что происходит в стране. Футбол отдельно, а политика и экономика отдельно, и поэтому вряд ли эта экономическая или политическая цель будет достигнута. Я думаю, что после результатов в Сочи многое будет пересмотрено, в том числе и в отношении к этому самому чемпионату мира по футболу.